Добрый день! Возможности реализовать себя у нас было меньше, а сейчас, конечно, у нас есть и учебная комната, и помещения. Самое главное — возможности оказывать услуги, скорой помощи. У вас три машины, по-моему, старой подстанции. Когда это была Московская область, да, было три бригады. Сейчас уже шесть бригады. Я думаю, что качество обслуживания скорой помощи после ввода этой подстанции улучшится и для жителей Троицка, и Ватутинок, и других населенных пунктов, которые рядом расположены. Но все округа вы не закроете, поэтому необходимо строить такие же подстанции и в других населенных пунктах. В ближайшие годы мы построим еще четыре мощных подстанции, небольшие пункты скорой помощи. И всю территорию равномерно закроем обслуживанием скорой помощи, чтобы все жители Новой Москвы имели возможность получить услуги скорой помощи в считанные минуты и качественно. Кроме этого, мы за последние годы построили здесь около десятка поликлиник. И в ближайшие годы построим еще 13 объектов медицины, включая крупнейший в Москве и в России медицинский центр в коммунарке. В этом году в первую очередь уже будет построено огромный комплекс, который включает в себя и диагностический центр, поликлинический, роддом, клинику. Так что по медицинскому обслуживанию Новая Москва не будет хуже, чем в старых границах Москвы. Хотел поблагодарить вас за работу. Вы работаете качественно, самоотверженно, спасаете большое количество людей. Спасибо вам большое за работу. Успехов вам с новосельем. Спасибо. Спасибо, спасибо, друзья. Всего доброго. Вы принимаете вызовы? Да, принимаю. Мы их раздаем. Центром связь имеется. Бесперебойно передаются вызовы. Бригады, соответственно, выезжают уже непосредственно отсюда. На сегодня уже выполнено 20 вызовов. В настоящий момент три бригады. Скорая помощь находится на подстанции. Вы работали в старой подстанции скорой помощи? Есть какая-то разница между старой? Глобальная. Смешно, да? Конечно. Самая лучшая станция скорой помощи в Москве на сегодняшний день, самая современная, оснащенная всем необходимым оборудованием, машинами, что я думаю, что для жителей Троицка и Батутинок, и других поселений, которые рядом располагаются, это серьезное улучшение работы скорой помощи. Конечно. Спасибо. Спасибо.